Евгений Пригожин на этой неделе появился на обложках сразу нескольких международных изданий. Почему Пригожин стал мировой знаменитостью, мы спросим у его судебного оппонента, главного редактора радиостанции «Эхо Москвы», незаконно закрытой российскими властями, Алексея Венедиктова. Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Добрый день, Максим. Ну, во-первых, давайте по поводу того заявления, которое сделал Пригожин, что он якобы дарит вам победу. Отравленный подарочек. Ну, я не Золушка, он не яблочко. Или там не Золушка, кто спящая красавица. Да, история заключается в том, что мы находимся с Пригожиным в судебном процессе. Мы проиграли две инстанции, но когда Пригожин заявил, что он действительно создал, оплатил, возглавляет ЧВК «Вагнер», мы подали в суд по вновь открывшимся обстоятельствам, и 6 февраля в Москве мы продолжаем судиться с Пригожиным, и я хочу не подарочек от Евгения Викторовича, а хочу судебное решение и реабилитацию о том, что я якобы распространил недостоверные данные. За мной такое не замечалось раньше. Поэтому мы продолжаем быть судебными оппонентами, это верно. Не знаю, надеюсь, не подведу вас под новый суд, но, Алексей Алексеевич, не может появиться частная военная компания из ниоткуда. Ну, то есть это огромные деньги. Что за структуры такие, которые смогли позволить себе такое предприятие? Значит, надо понимать, что Пригожин – это действительно личник Путина, то есть человек, который лично напрямую общался и общается с Путиным. Я думаю, я конструирую, что история была такая, это не инициатива Путина, это предложение Пригожина. Он человек вполне себе авантюрного склада, я его знаю, и до того. И он предложил Путину создать подобную компанию, ну, в первую очередь для работы в Африке, на самом деле, в свое время, там, где не могли работать военные реально. И Путину, видимо, показалось это достаточно ловким ходом. У нас в частной военной компании наемничество запрещено уголовным кодексом, это уголовное преступление. Но, тем не менее, без решения президента никто не мог оказать ЧВК логистической поддержке. Мы знаем, что Министерство обороны в Африке тогда еще, да, и не только оно, спецслужбы оказывали содействие ЧВК Вагнар, хотя по закону его не существует. Так что во главе этого стоит Путин, на самом деле, этой идеей, этой реализации. Но теперь, видимо, мы ждем закон, который сделает возможным создание ЧВК. Проект закона написан, Пригожин против него возражает, насколько я знаю. Закон такой, более легалистский, что ли. Сейчас-то руки развязаны, а закон нужен, чтобы связать руки. Но, тем не менее, надо легализовать, как считает президент, видимо, иначе бы закон не появился, проект закона. Надо легализовать частные военные компании, о которых он знает по художественным фильмам, американские частные военные компании. Например, насколько я знаю, команда А, там, где плохая частная компания, и хорошая, значит, вот. И поэтому я думаю, что такой закон будет принят так или иначе. Это значит Путин. Да. Пригожин однажды сказал такую фразу, нам урезали финансирование. Что, наверное. Как вы ее понимаете? Ну, я понимаю, что... Кто может урезать финансирование? Я понимаю, что, во-первых, во время военных действий бюджет он переориентирован в пользу армейских официальных структур. Я думаю, что было финансирование, ну, может быть, не прямое, а косое со стороны государства. Сейчас оно было переправлено в сторону Министерства обороны и Росгвардии, которые тоже участвуют в боях. Поэтому, да, урезали финансирование, согласен Сергею Евгеньевичу. Обидно. Столько сделал, обидно. Это значит, финансирование было государственное? Я думаю, что оно шло через какие-то фонды или, по просьбе Путина, через каких-то денежных людей. Я не думаю, что госбюджет в этом участвовал. Во вчерашнем сюжете CNN отдельно разбирается то, какое оборудование у ЧВК «Вагнер», какое оружие. И выясняется, что оборудование в основном американское. И, в общем, вопросы к Мотороле той же, как она продавала. Ну, я думаю, что это через какие-нибудь третьи руки. Мы помним, когда же иногда соседние государства, в частности Беларусь, перепродавала российское оружие. Возможно, она перепродавала и американское оружие. Есть страны Европы, которые продавали американское оружие. Я думаю, что схема достаточно запутанная. Но для торговцев оружием, опять смотри кино, продается оружие, оно известно, ходы известны, где можно купить рынки, известно, где можно купить любое оружие. Я уж не говорю о том, напомню, что Пригорин поначалу работал в странах Африки, где полно французского, немецкого, американского оружия. Может быть, местные режимы, на которых работала ЧВК, перепродавала сирийцы, пожалуйста, это оружие им. Или снабжала. Раз мы заговорили об оружии, тут все говорят об оружии, которое теперь Европа будет поставлять Украине. И все сфокусированы на этом. Есть ли что-то в российско-европейских отношениях, что, на ваш взгляд, остается немножко не в фокусе? Да, я считаю, что на самом деле угроза не в 20 леопардах, а или там даже в 100. Помните, залужный главком просил 300 тяжелых танков, да? Посмотрим, сколько будет поставлено. Но история заключается больше, и опасности заключается больше в тех, я бы сказал, таких угрозах, которые не видны на первом плане. Вот, например, эстонский министр обороны, не первый раз, кстати, говорил о том, что надо бы заблокировать российский флот в Финском заливе, превратив залив, это не цитата, смысл, в озеро, закрытое. История такова, что в 93-м году, когда Эстония вышла из состава, вернее, когда Советский Союз распался, тогда в 93-м году Финляндия и Эстония подписали протокол двухсторонний о том, что в интересах международной торговли они сужают свои территориальные воды. И поэтому выход из Финского залива и заход из Финского залива получил трехмильную зону свободного плавания, международных вод практически. Там, собственно, и проходил Северный поток, в том числе, ну и там международные суда, военные корабли, авиация Российской Федерации. И вот сейчас эстонское правительство не первый раз, отмечу, и в пятом году такое было, по-моему, в девятом году такое было, предложило вернуться к тем водам, назовем их, мы не будем их называть территориальной или экономической зоной, или прилежащей, сомкнуть воды контроля между Финляндией и Эстонией. Тогда действительно база военно-морского флота России может оказаться в заперти внутри Финского залива. Такая блокада, как блокада Кубы в 61-м году. Ну, Куба была давно, у нас недавно была история с Калининградом. Да, похоже, но и Куба похожа, потому что, если вы вспомните, советские военные корабли, сопровождаемые подводными лодками, шли прорывать вот эту линию блокады Кубы, и они остановились там в одном-двух километрах, по-моему, я не помню, но очень близко. И подводные лодки уже были приказом переведены в боевой, если американцы попробуют остановить корабли, тогда был дан приказ, приказ был дан уже, защищать право кораблей на судовое лодение. Это очень опасная история, может быть, она не очень на поверхности, но, повторяю, она не первый раз, но она очень опасна. И Калининградский транзит тоже был очень опасен. Превращение изоляции Калининградской области от остальной части Российской Федерации в Кремле прямо говорили. Так не пойдет, ребята, это уж извините. Ну, мы видели, что как раз в случае с Калининградом европейские власти, общие европейские власти, они заставили немножко убавить градус. Да, убавить градус. И здесь тоже потому, что Финляндия не является пока официальным членом НАТО, и поэтому вот эти сомкнутые воды, когда сомкнутые воды, пока это не страны НАТО, и я так понимаю, что финны пока на это и тогда не давали согласия, и сейчас не дали согласия. Но такие истории гораздо, на мой взгляд, более опасны, чем леопарды. Все-таки пару слов о леопардах. Я спрашивал перед вами Валерия Соловья. На ваш взгляд, что меняет эта ситуация с поставкой танков? Первое. Это имеет огромное психологическое значение для украинской армии. Мы сейчас находимся в стадии, говорят все военные, я не специалист, но я общаюсь со всеми сторонами, находимся в стадии, когда военной эскалации, я подчеркиваю, военной эскалации, эскалации военных действий, нет альтернативы. Она случится. Случится в феврале, в марте, в апреле. Она случится. То есть случится наступление и контрнаступление. Мы видим, как обе стороны к этому готовятся. И поставка тяжелых танков, наступательных, которые давно добивался и Зеленский, и Залужный от союзников, это означает, что, союзники, мы за вами, мы вас не бросили. Мы будем за вами до конца. Мы выбрали линию вашей защиты и будем вам помогать и дальше. Это первое. И украинцы, украинский народ, в первую очередь, и украинское руководство увидело доказательство этого. Не просто слова, а доказательство. Это первая важная история. Вторая важная история заключается в том, что эти танки, как мне объясняют военные специалисты, это наступательное оружие. До сих пор западные правительства говорили, мы помогаем Украине обороняться. Мы помогаем Украине обороняться. Мы ставим оборонительную систему. Это первый раз, может быть, не первый, который мы знаем, но первый раз, когда в открытую поставляются системы, которые должны перевести украинскую армию в наступление уже. Где остановится это наступление, непонятно. Но это еще раз подтверждает, что эскалация близка. Хотя мы не знаем, когда эти танки будут поставлены, сколько их будет, тем не менее. Поэтому для меня важнее вот этот не только чисто военный, но и символический знак. Запад с вами, мы идем дальше. Насколько общественное мнение в России следит сейчас за непосредственно военной частью конфликта? Насколько вот открывают, я не знаю, газеты или встречаются люди и обсуждают, что там солидар взяли, не взяли? Знаете, Максим, это интересная история. Думаю, что так было во время испанской гражданской войны. Когда висели карты и говорили, вот какая-то, какой-то теруаль какой-то. Теруаль взяли! Теруаль взяли! И вот здесь, каждая деревня, каждый поселок, солидары, еще какие-то там, Клещеевка, которые раньше никто не знал, и все путаются Бахмут и Артемовск. Оказывается, одно и то же, да мы же не знали. Мы же не помним этого, да? Люди сейчас уже начинают втягиваться вот в эту... в эту сию минутную, я бы сказал, три километра туда, пять километров сюда. И не видят в целом, как грозно наступают последствия для России. Для Украины понятно, но и для России. И все смотрят сегодня. А, наши продвинулись на три километра в Запорожье. А, не наши продвинулись на три километра в Донецк. Это как раз еще способ пропаганды отвлекать людей, потому что это интересно, это как компьютерная игра, это вот, говорю, карта, которая раньше висела, это, ой, терваль, где терваль, какой терваль. Тем не менее, все обсуждают взять о тервале. Алексей Алексеевич, когда «Эхо Москвы» работало, почти каждое второе, наверное, интервью, которое с вами делали, там был вопрос, а почему вас еще не закрыли? Вот вас закрыли. Вы продолжаете работать каналом «Живой гвоздь». Теперь все спрашивают, а как так получилось? Как, почему разрешают? Как вы отвечаете? Но это же не к нам вопрос. Это же не мы закрывали. Мы судимся, чтобы снова открыть «Эхо Москвы» в условиях путинской России. Кстати, между прочим, мы там внутри судимся российским судом, потому что считаем, что нас закрыли незаконно. И послушайте, Максим, когда представитель генеральной прокуратуры, против которой мы судимся, говорит, что мы требовали закрыть «Эхо Москвы». Мы не требовали закрыть «Эхо Москвы». Когда представитель Роскомнадзора, говорит, мы не требовали. Ребята, кто требовал? Ну, против кого судиться? Вы скажите, ткните пальцем, наконец. Да? Потому что нас закрыли незаконно. Мы продолжаем и будем продолжать, но пока это возможно. Кто принимает такие решения? И на основе чего? По «Эхо Москвы», я думаю, я знаю, вернее, что окончательное решение принимал президент. Он принял решение по трём медиа. По «Новой газете», по «Дождю» и по «Эхо Москвы». Почему? Потому что мы традиционные СМИ. Все трое. Мы СМИ, которых слушали не только люди. Не так много в отношении с Первым каналом. Но это слушали люди, принимающие решения. Депутаты, губернаторы, судьи, министры, администрация президента. Они все слушали «Эхо», читали новое и смотрели «Дождь». Мы вносили смятение, как мне было сказано. И мне было сказано, это цитата уже потом, что даже если бы ты запустил музыку 24 февраля, мы должны были тебя закрыть, потому что все бы спрашивали, а что это он музыку? А что он нам подмигивает? А на что он намекает? А почему у него сегодня Вагнер? Например, вот понимаете, да? Пропаганда во время войны должна была быть тотальной. И вот эти три медиа, которые были традиционными, и медиа, работающими на людей, принимающих решения, то есть имеющие среди своих читателей и зрителей, и слушателей, они должны были быть закрыты. Поэтому никаких шансов выжить было невозможно. Какие у вас впечатления от интервью Аскара Кучера-Дудю? Ну, это очень крутая работа Юрия Дудя. Уже 18 миллионов посмотрела. А дело в том, что Кучера, надо помнить, что он актер. И он там актерствовал в том числе. Конечно, он верил в то, что говорил, но он еще и добавлял актерствование. Мне в свое время Юрий Петрович Любимов, знаменитый режиссер Таганки, рассказал, что ты понимаешь, что делает актер? Когда ты стоишь на сцене, ты должен не вот так показывать, руками развести, не видно с пятого лета. Вот так вот. Вот Кучера делал вот это. И люди узнали в Кучере своего соседа, знакомого таксиста, начальника по работе, коллегу по игре в домино. Именно поэтому так смотрят. Дудю удалось показать, как люди вроде неглупые, вроде сочувствующие даже, имеющие душу, занимающиеся благотворением. Тем не менее, публично защищают такую позицию. А такие вещи переубедят кого-то? Нет, но они заставят сомневаться. Это советует, что за черт. Потому что очень трудно разговаривать с человеком, когда ты ему говоришь, что жизнь на земле-то, в общем, круглая. Да, пожалуй, круглая. Я думаю, она и плоская тоже. Но вот как можно разговаривать, да? И вот это видно. И я знаю людей, которые, посмотрев и узнав себя в Кучере, увидев себя в Кучере, сказали, неужели я такой мудак? Неужели я такой болван? Понимаете? Вот это моя аргументация. Это очень важная история. Это очень важное интервью. Еще раз молодец Юра Дудь. Я ему написал, сказал, что круто-круто, я бы так не смог. Потому что я стал бы смеяться. Но если говорить о том, насколько эти, ну, давайте скажем так, информационные пузыри друг с другом могут сегодня соприкасаться. Или это, скорее, исключение? Это, к сожалению, исключение. Потому что сейчас в этих пузырях люди предпочитают говорить хорошие с очень хорошими, а плохие с очень плохими, да? А это ваши соседи по лестничной клетке. А это воспитательница вашего ребенка в детском саду. А это классный руководитель вашего ребенка. А это ваш профессор в институте. И все граждане России. И после военных действий, после войны, да? Они все равно будут жить рядом. Они будут все рядом друг с другом. Они будут жить рядом с новой Украиной. Они будут рядом жить с Прибалтикой, с странами Балтии, с Польшей. Они будут жить так, как они будут жить. Это тоже надо помнить. Эта цифра 18 миллионов просмотров, она о чем? Она о том, что людей это удивило. Вот там Леонид Парфенов 10 миллионов. Муратов тоже у Дудя, Дима, 10 миллионов. Вера Полоскова 5 миллионов. 18 миллионов. Какой-то кучер, чье имя, может быть, не все слышали. Я бы сказал так даже дальше. Люди посмотрели в зеркало. Да, кривоватое. Да, немножко вытянуло тут лицо, расширило тут лицо. Тут глаз такой. Но, надо сказать, очень важную вещь. Они узнали себя в этом. Им стало неудобно. Поэтому такие страсти кипят. Им стало неприятно. Это про себя, это не про соседа. Это ты себя увидел. Вот о чем эта цифра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова